Куда? Я подумал тогда, ну так, уже, значит, без зубов выходит, ну скоро будут на коляске выкатываться песни. Твори добро на всей земле, твори добро... Его называли геем, психически неуравновешенным, чудом в перьях. Спасибо, услышит Шева, тебя рядом... Хоть мне и говорили по телефону, что я навсегда запомню его, и чтобы я взял с собой сердечные капли, волокордин, валидол, но я думал, что это для проформы было сказано. Оказалось правдой. Непонятно был, какого пола человек, мужчина, женщина, может быть, мужчина, но как-то он одет странный. Это было, это дань моде, это нужно было, это было очень модно, модно было и потерять публику, сейчас это не модно и потерять публику. Чунга-чунга, весело живет, чунга-чунга. По критериям шоу-бизнеса, проект Шура был чрезвычайно успешным. Но в 2002 году певец исчез. Так же неожиданно, как и появился. Поговаривали, что он попал в психбольницу. Самое забавное слово, что я беременна. И даже умер от передозировки наркотиков. Но все, даже самые странные слухи, были далеки от страшной правды, с которой в те годы жил Шура. Он вернулся спустя пять лет, в 2007 году. На расспросы, где пропадал и почему пропал, принципиально не отвечал, уверяя, что у него все хорошо. У меня переизбыток удовлетворенности с собой, очень большой, как раз очень большой. Я за что не возьмусь, все я могу. И иногда даже очень странно, как я все умею, почему я все могу. Но почему-то в эти слова никто не верил. Хотите знать мою правду? Сейчас узнаете. Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Оказывается, это только провокация организаторов шоу. Александр Медведев – это настоящее имя некогда популярного Шуры. Александр Медведев! Кто это? Это Шура! Ура! Для телевизионного шоу такого, как «Ты, суперстар» важны громкие неожиданные истории. Ведь именно они гарантируют программе высокий рейтинг. Но самый неожиданный сюрприз организаторы шоу приготовили даже не для зрителей, а для самого Шуры. Тайно из Новосибирска в Москву пригласили его мать. Телевизионщики знали, что отношения между ними сложные. Поэтому позвали женщину как бы для примирения с сыном. Когда я ее увидел на нашей программе «Ты, суперстар», я просто... Просто это для меня был шок. Просто был шок. Это было ужасно. Тем более, как это было подставлено там все, что я опять психанул, ушел. Я не по-русски сказал, что этого не будет. Скандал на шоу подогрел интерес к Шуре. Но он сам уже устал от эпатажа. Кто бы мог подумать, что настоящая история Шуры может растрогать даже самых черствых циников. Я устал. Это так долго длилось со мной. И хватит. Мне хватило. Мне очень хватило. Пестрый, капризный шалун Шура всегда делает то, что хочет. И ему наплевать на мнение окружающих. А мнение людей мне абсолютно... Абсолютно. Сколько людей столько мнений. Если под каждого представиться, прислушиваться, эмоции себе надо тратить. Нет, не надо. Так и живу. Есть мое четкое мнение. Маска извращенца длительное время устраивала публику. И этого для успеха в шоу-бизнесе хватало. Личная жизнь артиста никого не интересовала. А в ней были невыдуманные трагедии, потери и глубокие детские комплексы. Саша родился нежеланным ребенком. Его мать хотела избавиться от беременности. Отговорить ее смогла только бабушка. Отец же из семьи ушел. По-видимому, она любила очень моего папу. И потом стала ненавидеть меня. Поэтому, знаете, вот такие есть мама. Родив сына, женщина совсем не заботилась о его воспитании. Еще молодая и привлекательная, она изо всех сил пыталась устроить свою личную жизнь. Но потенциальных претендентов на ее руку и сердце как ветром сдувало, как только они видели у нее в квартире детскую кроватку. У нас откровенно очень разговор с вами сегодня. Она мотивировала это так, что вот, я не могу провести все мужика. И действительно, тебя никто не просил рожать двух детей, которые потом тебя бросили. А бросили за ее характер. В своем одиночестве мать обвиняла Сашу. Женщина не могла справиться со своими проблемами и раздраженно искала виноватого. Бросалась на первого, кто попадал под горячую руку. На сына. Возвращаясь с работы, она всегда находила повод отругать его, а потом, хлопнув дверью, шла на очередное свидание. Маленький Саша поначалу пытался угодить маме, но вскоре понял, что все зря. Он ей не нужен. Тогда мальчик стал искать внимание посторонних людей. Я ходил с табуреткой по праздникам. Дети плачут. Вот папа ставит табуретку, заставляет читать стишок. Я ходил со своей табуреткой. Я приходил с табуреткой на банкет, снял табуретку, залазил на нее, читал стихи и пел песни. Не знали, куда от меня одеться уже. Как-то раз Саша раньше вернулся из школы. Тихонько вошел в квартиру и увидел неожиданную картину. Обнаженная мать занималась любовью с незнакомым мужчиной. Она заметила сына только через несколько минут. Отругала и выгнала. Этот случай четко запечатлелся в памяти Саши. Отношения с матерью и отношения с противоположным полом навсегда станут для него болезненной темой. Я Александра, или всем известному Шуру, лично я, никогда не видела ни на одном публичном мероприятии, чтобы он пришел со второй половинкой. Видела его с разными друзьями, чтобы была позиция такая, что вот эта моя вторая половинка, вот такого не было. После увиденной интимной сцены Саша стал относиться к матери с удвоенной ревностью. Своих кавалеров она ласкает, а меня не замечает. Парень любым способом пытался выдворить чужаков из их с матерью жизни. Она познакомилась с мужчиной и мне говорит, что я не имею счастья, долю на счастье. Ну, я говорю, ну, конечно, это был и не Сашин, и не Мишин отец, а это был другой мужчина. И он взял у этого мужчины, обрезал все пуговицы на брюках. Я ему целовал помадой красной и его белую рубашку, чтобы мама его выгнала. И там все было. Ну, это все было ревниво. Понимаешь, когда от нее не было никаких ко мне, как... Я когда любила любовника больше, чем своего ребенка, что это когда мне делал, господи. И я также подкладывал погоны солдат в платье-карман, чтобы он ее... Все нормально. Саша хотел, чтобы материнское внимание принадлежало только ему. А она считала, что мальчик капризничает и все делает ей назло. А потом я устал. Я думаю, ну, чего я буду добиваться любви матери, когда это должно быть само собой. Нет, так нет. Через несколько лет мать снова вышла замуж и родила второго сына. Она требовала, чтобы Саша называл ее нового мужа папой. У меня не было подарков ни на день рождения от папы, ни на Новый год. Как бы от моего папы. Я сидел около елки и плакал. С младшим братом Саша никогда не дружил. Они не любили друг друга и часто дрались. Именно в такой семейной драке Александр остался без передних зубов. Через много лет этот дефект станет его эстрадной визиткой. То, что я стал звездой без зубов, это брат. У меня очень много шрамов от моего брата. Вы знаете, мама старалась так делать. Она специально нас лбами стыкивала, чтобы мы были врагами. Смотрите далее. Как известных артистов подсаживают на наркотики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok